Всем добрый день, дорогие друзья! Наш день начинается с того, что Оксана хочет выкладывать свою мазную мозаику. Достала ее. Ну, выкладывается. А это, по-моему, Катя, сейчас выкладывала мазную мозаику. Я просто присела здесь, чтобы показать. Вот, наш день продолжается. Оксана выкладывается. У нее, правда, клипненько получается, но все нормально. Музыка, конечно, здесь была другая. Кто в инстаграм подписан, тот знает, что я музыка была, потому что на ютубе она мне туда не подпишет. Поэтому вот так вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Здесь Ваня сидит, играет. Я решила подглядеть, что он там делает. Что-то набрался игрушек, на койку на Оксане носил и сидит спокойненько, себе играет, пока все заняты своими делами. Вот, и машинки у него тут, и все на свете. Маша сидит, перебирает свои вещи. Решила шкаф свой перебрать. Сегодня что-то все решили так. А Света решила в комнате перебрать шкаф. То, что не носим, мы убираем. То, что носим, мы оставляем. И все поубирать. Будем скоро в этой комнате делать ремонт. Так, ребята, у нас сегодня день генеральной уборки. Все понемножку что-то делают. А мы с Машей, Маша нашла свои старые штаны, да, Маша? Они ей очень нравятся. Но они порвались с коленек. Смотрите, что я из них сделала. Шорты. Ты довольна? Дома ходить пойдет. Но зато удобно. Она их так любила, да, Машка? Оксана занималась мозаикой. Сегодня девчонки делают генеральную уборку. Катя прибиралась на кухне, да, Катя? Да? А где ты прибиралась? На полу? А, ну да. Да. Так, ладно, дорогие друзья, вот так вот мы вышли из положения. Тебе удобно в них ходить? Будет дома. Ну, дома пойдет ходить. Так, вот там вот все разобрать, пожалуйста. Это что такое? Я постоянно там все разогребаю. Сегодня меня просто терпение лопнуло и заставила делать уборку. Везде. Генеральную, да, Маша? И телефон отобрала. Мы сегодня с утра начали уборку делать, но потом так получилось, что к нам учитель пришел и увидел то, что мы делаем. У нас полный бардак. Дома-дома все перебираем это. И девочкам втык влетел по полной программе. Ладно, делаем дальше. А Ваня что делает? Бумби. Ну, играешь. Ну, играй. Ладно, занимаемся дальше. Ребята, мы освобождаем эту комнату. И смотрите, Света меряет юбку. Хорошо видеть юбка. А она говорит, что ей не очень. Не надо сильно задираться отживую. Юбка вообще классная. Мы освобождаем вот этот вот шифонер. И вот этот шифонер, и тот шифонер. И наверху, короче, комнату освобождаем. Будем стелить линолеум. Да, Света? И Света меряет. Вообще хорошо юбка. Я не знаю, что она не хочет ее носить. Ребятишки, у меня вообще на улице гулять. А мне пришло оповещение, что у меня пришел наш любимый Василек. И я пойду за посылочкой. А у нас петухи, как всегда, кричат с утра. Света продолжает вещи, перебирает шкафу. Половину выкидываем на тряпки. И Оксана с телефоном вышла, будет снимать. Да, Оксана? А Ваня с мячиком. Ты мячик катаешь? Покажешь маме, как ты катаешь его? Давай, показывай маме. У-у-у, как катается. Да, Ванюшка? Солнышко вышло, поэтому у ребятки гуляют. Мариночка, иди сюда, мама тебе ушки поправит. Опять вы тут кексики свои стряпаете. Видите, из воды балуются, кексики они так стряпают, да? Я жду Ильюшу, и мы пойдем за посылкой на почту. Все, Ильюш, готов? Ильюша, поздоровайся со всеми. Он приехал к маме до 10-го числа. Или 11-го ты уезжаешь? 10-го. 10-го? 11-го. Все, Оксана, смотри за маленьким, мы пойдем на почту. Ильюша приехал к маме грядки копать. Да, Илья? Что, не будешь маме копать грядки? Работать пойдешь? Куда, колымить? Давай. Хочет подколымить немножко. Ну, а мы идем на почту с ним. Там Василек пришел, мне надо Василек забрать. И этот, пришел заказ рукодельный. Там женщины у нас, ну, у меня знакомая женщина, заказывали вышивку. Когда вместе мы заказываем, оно дешевле получается. И поэтому я собираю заказы тем, кто хочет заказать. По вышивке красновешевцы. Если есть, то у рукодельницы напишите мне в личку. Я вам скину ссылочки. Или вы можете сами заказать. Или же мы оптом все это закажем. Получается намного дешевле. Поэтому там уже сами думайте. Мы идем на почту. Нам надо забрать сейчас. Приду домой. Распаковку сделать. Дети сегодня ели суп. Хлеб ели. Чай пили с печеньками. Печеньки доели. А ты не успела, да? Илья себе в Соликамске такую курточку купил. Крутую. Мне нравится у него. Сейчас отдельно живет, сам одевается. По своему стилю. Не так, как мама одевает по старушечке. Ну, он всегда, да. Я старалась им эту одежду брать. Это себе. Я никогда ничего не беру. Ну, нынче мама разорилась на эту куртку. Три с половиной тысячи. И вот в Переме я ездила. Блузку себе взяла. За тысячу триста. И рюкзак за полторы. Вот сейчас я должна еще там отдать. Ладно. Бежим на почту. Что-то на улице вообще никого не представляете. Вообще пусто. Встречу. Вообще-вообще. Да, сегодня у нас такой ливень был прямо. А дуреть не встать. С утра. А сейчас хорошо. Тепло, да, между прочим. И воздух свежий стал. Нету вот этой пыли, которая постоянно от дороги. Ну, а село то, что дождь пролил. И хорошо стало. Прям благодать. Ладно, идем на почту. Мы пришли на нашу почту. Вот здесь вот у нас почта. Вот там вот дальше у нас клуб находится. Ну, он сейчас закрыт, наверное. Не работает сейчас? Вот ты откуда знаешь? Ходил уже, смотрел? Это он зимой, он зимой. Все понятно. Ладно, идем на почту за посылкой. Дорогие друзья, сходила на почту. Честно, в шоке. Вместо одной Василька пришли аж три. Две вот у меня. А третью сейчас покажу. А третий был нежданный сюрприз. Вот такой вот Ильюша несет, еле-еле. Это с Германии. От Оли. Огромное-огромное спасибо. Конечно, честно, я была в шоке. Я думала, вот эти вот только две, то что... Поэтому Илью взяла, думала, он мне их донесет, то что себя плохо чувствует. А тут, оказывается, три. Честно, в шоке. И немножко сейчас посмотрим на реакцию детей. Конечно, я представляю, какая у них будет реакция. Они будут счастливые, радостные. Сейчас будем, ребята, снимать реакцию детей. Илья заносит посылку. Оксана сразу снимает тоже. Ваня, Марина, Катя гуляют, все гуляют. Хорошо на улице, благодать. Ребята, смотрите вам, какой сюрприз от тети Оля пришел. Большой, да, Марина? Марина говорит, о, какой большой. Да, Вань. Ты гуляй, гуляй. На, держи. Не, Ваньке не... Ладно, пошла я обзор снимать, а они пускай гуляют. Мама! Дорогие друзья, еле мы с Ильюшей дотащили эту посылку. А Василиса там уже другие пытаются посылки вскрыть. А Илья ее донимает. Сейчас я буду делать распаковку этой посылки. Ну, а вам, если интересно, то смотрите, смотрите, что делает Илья с кошкой. У кошки бешенство посылки принесли. Смотри, смотри. Вот она всегда вот так ложится. Немножко няшенности от кошки, от нашей. Света, ты там еще разбираешь, да, все? Света сегодня шкаф перебирает. Ну, а мы будем снимать обзор. Если интересно, оставайтесь с нами. Ну что, дорогие друзья, Василиса, ты сама сошла, что ли? Когти мне прям в задницу вбились. Прошу прощения, она меня еще и бьет. Да нету там тебе ничего. Я сейчас буду вести распаковку посылки. Поэтому Илья мне дал канцелярский ножик вскрывать. Что там, ребята, я не знаю. Оля, потому что всегда меня предупреждала. Но в этот раз она меня не предупредила вообще. Честно, неожиданно. Приятно. Дети-то вообще рады, очень ждут распаковку. Но они сейчас все гуляют. Я решила без них снять распаковку, потому что многим не нравится то, что я с ними снимаю. И потом пишут всякие гадости на детей. Поэтому мы снимаем распаковку без них. А потом покажу вам реакцию детей, когда все им покажу. Тут, конечно, непонятно. Ничего, Света. Свет. Илья, иди вставай за камеру. Не надо, чтобы кто-то показывал, что он короткий. Покажи. Вот здесь, конечно, видите, ничего не понятно. Все закрыто. Ну, а сейчас на меня наводить. Сейчас будем открывать и смотреть, что там. Так. Упаковку. Пакет вот так вот. Ники себе отдадим. Пусть играет. Так. Здесь что у нас? Размер 44-46. Я так поняла, это футболка или что? А тут даже несколько. Давай откроем, посмотрим. А что я, блин, даже не хочу открывать, хотя это нам пришло. Так. Сейчас посмотрим, что это. Что, кошку закопала? Да. Вот такая вот футболка. Это, скорее всего, Егору. Или Е44-46. Видите? Есть вот такая вот. И вот это вот тоже 44-46 футболки. Такие две. Огромное спасибо. Обязательно ребятишки примерят их. И посмотрим, на кого они подойдут. Тут, по идее, не написано кому. Такие классные по качеству вообще. Буду сюда складывать, чтобы кошка не теребила. Так, дальше. А здесь вот не написан размер. А здесь, ребята, две. Белое и зеленое. Тоже открываем? Ну, давайте откроем, посмотрим. Мне просто интересно даже на ощупь, ребята. Слушайте, так классно. Тут даже проложена картоночка, видимо. Да. Вот такая вот белая. Размер. Футболка, помимо. И такая же зеленая. Туда же специально эти проложена. Бумажка специально проложена. И вот такая вот зеленая. Может, я их буду носить? Так, это вообще классно. Спасибо огромное. Ой, киса! И кошки с ума сошла. У нас. Как этот канцелярский заделывается-то? И вот белое. Ну, белое еще классно. Белое сейчас сразу в пакетик, чтобы наша дурочка Василисочка не снесла. Вася тоже хочет распаковку заснять. Да, киса? Это на картоночке держишь? Так, дальше. Еще такие. 44-46. Ну, рассветки сейчас покажу какие. Сейчас все откроем. Как интересно, слушайте. У меня ребята одеты на лето футболками. Вот такая вот футболка. Очень мягенькие такие. Наш на ощупь приятные. И вот такая вот футболочка. Классная. Сделаем паузу. Дальше. Дальше, дорогие друзья. Папа в шоке зашел в комнату. И в шоке, что Света там перебирается. Вон, Владик, табуретку возьми. Так, дорогие друзья. Следующая. Опять размер 44-46. Вот такая вот футболка. Ну, это будет Ильюша с Егором мерить. Ну, футболки вообще классные. Огромное, огромное спасибо. Пакетики сюда. Так. Палатка. Чего? Палатка. Палатка эта? Да, спасибо. Ребята, а тут палатка. Летом пойдем в поход с палаткой. Нифига себе. Слушайте, класс. А может не палатка? Почему? Не палатка. Да ну, картинка там может что-то другое тут. Нет, ребята, и правда палатка. Мы потом обязательно ее как-нибудь соберем и покажем. Слушайте, классно. У нас нету палаток как раз, да? Куда-то можно природой идти и палатку с собой брать. Размер у нее 240 на 120 и на 120. Вообще классная. Большая она палатка. Обязательно попробую. Ну, я прям палатке очень рада. Так, ну давайте вот это вот. Ничего не написано. Что-то в этот раз ничего не написано. 2ХЛ. Это, скорее всего, у меня, да? Майка вот такая вот красивая. Цвет приятный. Я люблю бирюзовый. Цвет такой приятный. Бирюзовая маечка. Огромное спасибо. И дальше что там? Футболка. Пятидесятого размера. Вот такая вот большая футболка. Да, свободная. Как раз вот по территории, в огороде где-то что-то вообще классно, свободная. Дома ходить ей не будет. И знаете, она такая приятная на ощупь, что классно. Спасибо огромное. Я даже не знаю, слушайте, что доставать. Пакет с носочками, видимо. Да, ребят, здесь носочки вот такие вот нежно-розовенькие. Потом вот такие вот носочки. Еще носочки, как гольфики, ребята, слушайте, классно. Еще носки мужские. И еще одни мужские носки. Слушайте, носки у нас всегда горят на ура. Так. Ребят, тут столько много всего, что я даже не знаю, за что браться. Ну, давайте покажу вот это вот. Пришли вот такие вот кроссовки. Это, скорее всего, светланки. Белые. Вот такие вот кроссовочки. Красивые. Размер у них 38. Нет, у Светы 40, да? Это, наверное, Кати. Вот такие кроссовки. Дети обязательно примерят и скажут. Так, на стол я ставить не буду, но вот сюда поставлю. Дальше, ребята, вот такие вот кроссовки пришли. Размер у них 41. Это, скорее всего, мне, наверное, такие отправили. Но я потом померю, если подойдут. Огромное спасибо. Мне нравится. Как это? Кеды. Кеды? Ну, вот я такой человек, что я не разбираюсь в обуви. Кеды, кроссовки, там какие-то батальоны или что там еще есть. Ну, не разбирайся, ребят. Ну, вот такие вот красивые. Вышивку я обожаю. Просто это все уже, наверное, поняли, что я вышивальный человек, который любит вышивку. И вот эта вот вышивка, это вообще классно. Огромное за это спасибо. Дальше. Слушайте, тут столько есть. Дальше. Вот такие вот. 38-39 размер. Вот такие вот. Мне как-то такие уже Оля наподобие, по-моему, присылала. Я отдала своей свекрови. Ей они были хорошо. Ей очень ей понравились. Она их носит с удовольствием, потому что они вот это вот мягкие. А у нее, по бокам ноги, вот здесь вот косточки выпирает. И ей вот это вот обувь очень хорошо. Я даже, если у меня девочки носить не будут, я ей обязательно предложу. Она будет, мне кажется, очень благодарна и очень рада. Спасибо огромное. Ай, ребята, столько всего. Ну, давайте вот это вот. Еще одни кеды, по-моему, да? Кеды ведь? Да. 37-й размер. Девчонка. Вот такие блескучие кеды. Девочки, у меня такое любят все блескучие. Огромное спасибо. Обязательно примерят и покажем потом, что и кому как подошло. Слушайте, я даже не знаю, где что доставать. Так. О, альбом для фотографий. Классно. У меня как раз я думала большой купить альбом для фотографий, потому что фотографий много, а складывать их некуда. Огромное вот за это вообще спасибо. Так, дальше. Пакетики пока на пол скидай, а потом уберем. Футболка. 146. Это на Катю. На Катю такая футболка будет. 146. Это ионы, потому что ростовка. Ой, кошка мимо коробки прыгнул. Дальше, ребята, смотрим, что... Света, это, скорее всего, тебе. Почему-то я так думаю, что это Свете. Сумочка такая красивая. Сейчас покажу, ребята. Просто мне же интересно посмотреть само первое. Вот такая вот сумочка кожаная. У нас наподобие есть, да? Но немножко другая. Или Свете, или Кате. Не знаю. Девочки выберут. Они уж там сами разберутся, кому какая. Огромное спасибо. Сумочки они у нас обожают. Дальше. А это чупа-чупсы нам уже присылали. Такие чупа-чупсы. Вот такие вот деткам они очень понравились. Спасибо огромное. Сладости отдельно будем ложить. Потому что тут еще много, ребята, всего. Честно, я в шоке от того, сколько тут всего. Так, опять кроссовки. Какой размер? 40-й размер. Это вот, наверное, Свете уже будет. Да, Света? Хорошо. Света померяет, обязательно и скажет. Как они? Кроссовки хорошие, красивые, такой приятный цвет. Дальше. Рюкзак. Классный, ребята, на замке. Я его себе заберу. Мне нравятся такие рюкзаки. С кармашками, с такими. Я вообще вот такие... Оно, знаете, тема пэтчва. Лоскутного одеяла как будто бы. О, Господи. А тут еще есть целая куча всего. А, это капронки. 52-54 капронки серого цвета. 52-54. 52-54. Слушайте, а тут их много. 52-54 и все серого телесного цвета такого. Огромное спасибо. И вот такая сумка. Сумка вообще, ребята, бомбическая. Огромное спасибо за это. Это будет мой теперь рюкзак. Там написано Маше. А, Маше. Тьфу, блин. Значит, Маше отдадим. Маша, на, держи. Это Маше отдадим. Скажи спасибо. Спасибо. Да. А я уже обрадовалась. Думала маме. А тут облом по полной программе. Так, вот сумку вижу. Здесь-то хоть ничего не написано. А то мама обрадовалась. Думала, себе рюкзак заберет. Так, сейчас поищем бумажку. Вдруг где-то что-то написано, ребята. Тут явно что-то в ней лежит, потому что сумка... Меня решили снабдить колготками на весь год. На несколько лет вперед. Тут, ребята, еще колготок целая куча. Огромное спасибо. И одни даже есть черные. Вот за черные вообще спасибо. Вот такая вот сумка классненькая. Красивая, приятная. Там что-то еще, наверное. Догадайтесь, а что там? Колготки. Оля, огромное спасибо. Тут даже серые светы. Смотри, как ты любишь есть. У меня девчонок много, колготок много не бывает. Вы не забывайте, что у меня девочки есть в доме. Огромное спасибо. Вот такая сумка тоже очень удобная. Мягкая, но такая классная. Она даже здесь, знаешь, как будто замш. Смотри. Вообще классная. Тут спереди карманчики еще так убог делаются. Можно мелочь хоть что ложить. Но я вот уверена, что у меня сумки долго не живут. У меня девчонки их быстро отбирают. Поэтому не факт, что она со мной долго проживет. Вот сзади даже кармашек есть. Спасибо огромное за такую сумку. Дальше. Тут есть, конечно, в упаковках. Но в упаковках я попользуюсь достану. Я хочу достать сладости. Мармеладки. Вот такие вот пришли. У меня дети вот сколько прислали. С Германией мармеладки. Им всем понравились мармеладки. Огромное спасибо. Детки придут. Обязательно покажу реакцию на сладости. Дальше ботиночки. Вот такие вот ребята пришли. Тридцать седьмой размер. Это Машинка, наверное. Они даже утепленные. Это, наверное, скорее всего, осень. Видишь, потому что утепленные внутри. Осенние, скорее всего. Вот такие хорошие. Илья, посмотри там, Ванюша что-то пришла. Иди посмотри. Иди попей. Иди дай ему пить. Так, ребята, пришли. Две кепки. Одинаковые. Света, иди налей, пожалуйста, ему чай. Вот такие вот две кепочки. Прошу прощения, но дети будут забегать иногда. Поэтому это дети, ребята. Как бы вы ни писали плохо, это дети. Дальше смотрим, что тут. А это я не знаю, что такое. Это шоколадки, скорее всего. Потому что вот сзади нарисован белый шоколад. И нарисованы овощи. Ну, скорее всего, шоколадки. Каждая, причем в индивидуальной упаковочке. Это вообще классно. Спасибо огромное. Дальше будем снизу доставать. Ничего не написано нигде. Я уже проверяю. Это конфеты шоколадные. Вот такие вот морская тематика. Такие красивые. Ракушки всякие нарисованы. Огромное спасибо. Такие мы еще, кстати, не пробовали. Так, ребята. Это что такое? Часы, скорее всего, да? Откроем, посмотрим. Сейчас откроем, посмотрим. Скорее всего, электронные часы. Ой. Пульт. Не пульт, это что-то другое. Господи, кошка с ума сходит. Она у нас сегодня это. Я не знаю, что это такое. Тут можно температуру дома до что смотреть. Вот что-то такое для дома. Ну, ты что за пульт? Ванечка, иди. Сделай балл. Ребята, я не знаю, что это такое. На коробку пока. Это, скорее всего, какой-то живой дом. Или что-то к дому подключено. Температуру, наверное, мере. Да, время смотреть. А, ну. Я не знаю, мы разберемся. Я напишу потом Оле с Антоном, что это такое. И спросим. Ну, потому что что-то интересное, да, такое? Она лишь. Покажи поближе коробку. Не, вот картинку. Не верни, покажи там, что нарисовано. Видите, там что? И вот надо разбираться в этом. Там еще пульт, на, по-моему. Это даже не пульт. Это, наверное, за окно выставляется. Это, наверное, температура улицы. Это что можно мерить? В доме и на улице, наверное. Вот это вот, наверное, скорее всего, на улице скрипится. Но мы потом у Антона спросим. Он нам подскажет, что это такое. Дальше, ребята. О, это вещь нужная. Это зеркало. У меня девчонки так быстро зеркала ломают мои, что это просто ужас. Вот такое вот зеркало пришло. Держи свет. Откроешь, покажешь, каким цветом. Ой, господи, ребята, тут вывалилось очки солнечные. Вот такие. Давай покажу, каким цветом зеркало. Вот такое вот, ребята, зеркальце света распаковано. Ой, какая я красивая. Вот, как сама себя не полюбить, да? Вот такие вот очки. Короче говоря, тут, ребята, несколько очков. Вот такие вот очки. Только я не знаю, это мужские или женские. Мужские? Это Егор, наверное. А вот эти вот? Ну зачем? У меня есть. У меня есть очки. И вот такие вот еще очки. Тоже женские. А тут, кстати, на дужках со стразиками. Огромное спасибо. Очки потом испытаем. На себе померим. Так. Дальше, ребята. Тут еще, знаете, много всего. Миски, тарелки. Давай зеркалку уберу. Так. Тарелки вот такие вот. Это вроде бы как пластик, не пластик. Но вот по 5 тарелок в упаковке. Тут в общей сложности 10 тарелок. Огромное спасибо. Посуды я всегда любой рада. Даже пластик. Я пластиковую люблю посуду. Так. А, это у нас есть, да, такие еще. Но это запас. Будет у нас вот такую вот игру. Ребята любят играть. Нам Оля уже отправляла вот такие вот штучки. Из нее можно всякие брелочки, да, Света, делать. И всякое такое утюгом прижимаешь и делаешь. У нас есть оно. Спасибо огромное. Запас у нас еще есть. Так что запаслись надолго. Так, дальше. Мармеладки с зайчиками. Огромное спасибо. Вот плохо то, что на паспу не приходило. Я бы детям сделала бы сладкий стол. Им было бы приятно смотреть. Дальше, что у нас здесь. Это вафли. Какие-то с мячиком даже нарисованы. Огромное спасибо за вафельки. Вот такие вот вафли. О, ребята, вот это вот вы любите. У меня тут, знаете, сидят Маша, Света, Егор остальные на улице. Ну или я еще. А, это нет. Это сухое молоко для майонеза, я так поняла. Оля потом мне напишет, скажет. А может где-то вон их все нет. Василиса. Сухое молоко. Я думала, это шоколадная паста. Хотела сказать, вы это любите. Дальше. Вот это вот я люблю. Огромное-огромное спасибо. Контейнеры. Это моя слабость. Тут их сколько? Пять штучек. Пять контейнеров. Да, вот написано. Огромное спасибо. Контейнеры у меня как раз нету вообще. Разлетаются быстро. Но вот насчет этого мы разберемся. Тут, видишь, Илья, вот это вот, наверное, на улицу часть. А часть дома. Но мы спросим потом обязательно. Так, чтобы кошка бы не сломала здесь. Так. Чешки. Свети. Это большие. Она у нас танцами тоже занимается. Намеряйся, скажешь потом. Потом померяешь? Хорошо. Так, ребята, это еще не все. А? А это что такое? Это что такое? Пастила. Конфеты? Пастила. Я думала, это как, знаете, наподобие бигути. Вот я отсталый человек. Мне кажется. Да-да. Точно это конфеты, ребята. Точно конфеты вкусные, кстати. Огромное спасибо. Потом все ребятки придут и все поедят. Дальше. Ткань. Это ткань. Поле отправила ткань. Ткань понадобится девчонкам натрубить, да? Дальше. Что здесь? Это что такое? Наклейки. Наклейки. Это у меня девочки любят. Спасибо огромное. Файлики специальные. Тут просто, ребята, две коробки написано Насте. Одна такая, одна большая. Я поэтому их и оставила напоследок, потому что на одной груди Насте написано. Где на второй написано Насте? Тоже Насте, да, написано. Они красиво запакованы. А мне так охота сохранить эту упаковочную, ребята, бумагу. Я, извините, сейчас все вот так вот поскидываю и постараюсь аккуратно срезать. Блин, как им пользоваться-то? Я так хочу сохранить, ребята, эту красивую упаковочную бумагу, потому что у меня ее просто нет. Упаковочной бумаги. А на праздники вот запаковывать ребяткам было бы классно. Так. Нет, не порву я ее, нифига подобного. Я ее, ребята, распаковалась. Это возьми бумагу аккуратно, сложи, пожалуйста. Честно, я боюсь распаковывать. Я не пойму через пупырку, что там такое. Но что-то электронное, ребята. С чем фирма одинаковая? С чем фирма одинаковая? С на луке. Так, Света, ну-ка тяни пупырку. Это весы. Мне кажется, не весы это. Не весы? Мне кажется, это конфорка, плита. Это плита, ребята, огромное спасибо. Слушайте, я думала, это весы. Сейчас я распакую и посмотрю. Слушайте, я так боюсь ее распаковать. Она плоская. Ну какая-то, я такую не видела еще ни разу. Смотрите, какая она красивая. Напишите, какая она, это как называется плита. Нет, название я понимаю. А как вот, есть это спиральные, есть какие еще? Слушайте, огромное спасибо. Такая классная. Сенсорная, да. Это сенсорная называется. Нет? Ребята, я отсталый человек. Поэтому надо. Индукционная. Не по-русски написано индукция. А тут что-то, тут книжка, кстати, есть еще. Илья ржет, сидит над мамой. Слушайте, классно. Огромное спасибо за это вообще. Я теперь боюсь вторую коробку открывать. Так я вот и пытаешься. Так я вот боюсь, что дура эта бегает наша. А тут, кстати, еще что-то ремень. Ремень. Кому по жопе надавать? Ремень, кстати, классный, кожаный. На светик. Тебе ремешок. Так. И еще одна коробка. И тоже на ней написано. Настя, я специально надпись показываю. Потому что вы напишите, а вдруг это не мне. И я опять хочу сохранить упаковочку. Уже на крови душа. Ребят, я уже увидела, что там. Этому я очень рада. Так. Свет обнести. Даже не могу понять, что это. Я поняла, что это кастрюля. Но она какая-то необычная. Такое ощущение, как будто она электрическая. Нет, большая. Потому что здесь, видишь, какие-то включения на ней идут. Нет, если это кастрюля, это вообще классно. Ну вот то, что какие-то на ней включения идут, я не знаю. А? Это не мультиварка. Это кастрюля, мне кажется, это кастрюля. Крышка. Сама варит. Это мультиварка. Мультиварка. Скорее всего. Но она какая-то другая. Тут такое, это, интересная такая она. Вот такая вот, ребята, она. Чаша идет к ней. Чаша идет, на сколько литров, я не знаю. Тут ложка и стаканчик. Там 10 литров вроде. 10 литров? Нет, чаша не может быть 10 литров. Вот такая вот для фара. Там где-то написано, посмотри. Дай, посмотрю. 10 порций. Да, 10 порций. 10 порций. А объем скорее литра два, наверное. Ну потому что, видишь, чаша очень маленькая. Вот она. Вот такая вот, слушайте, это классно. Так это. Я, конечно, еще спрошу Оле с Антоном, что это. Потому что, видите, вот это вот, что-то вот включить, выключить. Там что-то выпало. Там эта вот штука от берега была. А вот. Это там. От ножки отпало. Это ножки, чтобы не скользили. Вот это вот. Слушайте, такая интересная. Огромное спасибо. Честно, я в шоке. Но вот такой вот модель с такой просто крышкой я ни разу не видела. Оно тут, видишь, это может разогревать. Нет, нет, нет. Тут включить. Да, я не знаю, что-то я не увидела инструкции на нее. Я не увидела на нее инструкции. Но мы спросим у Оли с Антоном. Огромное спасибо. Честно, в шоке. Огромная посылка. Много, столько всего интересного. И вообще, классно. Спасибо огромное. Тут вроде больше ничего нету. Ничего не забудем мы распаковать. Все. Огромное, огромное спасибо. Дай бог вам крепкого здоровья. Насчет вот этого я узнаю. Потом в следующем видео я вам постараюсь сказать, что это такое. Объем чаш 1,8 литра. 1,8 литра? А что это? Ну ладно. Ну ладно, сейчас почитаю, посмотрю, спрошу. Огромное, огромное спасибо. Дай бог вам крепкого здоровья. Сейчас пойду радовать деток. Всем пока-пока. Так, Света, померила. Покажи бокам, пожалуйста. Вот эти вот кроссовки. Они тебе как раз? Все, Свете как раз. Огромное спасибо. Дети пришли домой пробуют. Какие? Вот такие вот штучки пробуют. Вкусные, Маша, скажи? А, и чупа-чупсы пробуют. Сейчас дам еще. Сейчас будем вот это вот открывать. Вот это будем открывать. И вот это. Ребятка, мы раздаем. А, еще вот это. И пусть кушают. Так, Илья померил футболку. Хорошо они ему, они уже поделили. Света тоже себе футболку одну забрала. А ребятки вкусно кушают. Вам вкусно? Да, у тебя там котенок. Все кушают, все довольные, все счастливые. Вот так вот. Зайчика, кстати, распаковали. Все эти распаковали. Вот эти вот штучки еще оставила. Вот такие вот они там, видите? Да, вкусно. Еще немножко оставила, но потом. Там за раз не надо столько и много съедать. Огромное спасибо. Вот сейчас буду узнавать насчет вот этого и насчет пароварки. А, ну коробку конфет потом уберу, ее потом поедет еще.